Света, можно начинать? Я не знаю, здесь говорили вам какие-то дисциплинарные вещи? Нет еще? Говорили? Нет. Не знаю, что говорили. Я хочу вам сказать, что мы здесь партнеры. Вы пришли в зал, чтобы участвовать в семинаре. А мы должны сделать семинар, в котором вам будет интересно участвовать. И факультативных посещений мы не принимаем. И опозданий тоже не принимаем. А все остальное, связанное со свободной дискуссией, принимаем. И с критическим мышлением тоже принимаем. И с собственным мнением тоже принимаем. Спасибо. Я хотела бы вас с радостью познакомить с одним своим хорошим, близким, другом, человеком, который на самом деле... Я не буду сейчас говорить, сколько лет мы близко знакомы. Владимир Петрович Лукин, когда он стал омбудсманом Российской Федерации, я помню, что я ему позвонила и сказала какие-то слова. Я говорю, Володя, тебе очень повезло, что вот на каком-то нашем втором уже отрезке жизни удается что-то сделать и создать институт, который будет как бы институт для общественного блага и для личного блага тех людей, которые попадают в арбитру этой деятельности. Он вместе со своим советником, подругой и другом, который сидит сзади меня, наверное, с Юрой Синокосовым, Наташей Мрза, вот я хочу, чтобы вы с ней познакомились, создали уникальный институт, который называется Институт по правам человека Российской Федерации. Если этот институт будет работать так, как он работал в достаточно сложное время при Владимире Петровиче Лукине, понятно, что будут приходить другие люди, институт. Мне даже когда-то один человек, председатель банка, сказал, я говорю, ну вот хорошо работать в организации, где ничего не зависит от личности. Он сказал, деятельность банка очень зависит, кто председатель. Но тем не менее, вот этот вот институт в очень трудных условиях между государством, которое привыкло осуществлять свои государственные функции, не дискутируя и не беседуя с обществом, очень сложно человеку-институту защищать права членов этого общества. Разговаривать в государстве на государственном языке, имея в виду частную личную жизнь. И вообще, этот институт, как я его видела и как я его понимала, в стране, где превыше всего государство, на самом деле вывел частного человека, частную судьбу и жизнь как значимый аргумент для современного государства. Я думаю, что это очень сложная, это неимоверно сложная работа. Дай Бог, чтобы она продолжалась, закреплялась, и чтобы и общество, и государство понимали ее значимость. Владимир Петрович и Наташа сейчас занялись волонтерски еще одной деятельностью, связанную с нашими тюрьмами и лагерями, для того, чтобы попытаться спасти многих-многих людей. Надо сказать, что действия спасения или акции спасения вообще им присущи, потому что вот эти иностранные граждане из ОБСЕ и всяких других международных организаций, попавшие в Донецк и в Луганске и везде в плен, на самом деле, как я слышала от очевидцев, под огнем были спасены вот этим вот человеком. Наверное, не им одним, но им во главе всей команды. Я хочу сказать Владимиру Петровичу, Наташе, самое искреннее, не только мое личное, а от всех выпускников нашей школы огромное спасибо. А теперь он начинает свою презентацию, лекции, и мне кажется, она необыкновенно интересна, потому что что такое права человека в современных международных отношениях. Спасибо. Я выступаю на этом семинаре уже, не знаю, сколько раз лет, раз 10, наверное, выступал. 15. 15? Да. Тем более, видите, какой я скромный оказался. Оказалось, что скромность – это еще одно мое замечательное свойство. И каждый раз мне неудобно слушать, как моя давняя подруга Лена преувеличивает явно мои весьма умеренные и скромные добродетели, если они имеются, и полностью обходит молчанием все остальное, что тоже, безусловно, имеется. Вот, поэтому я хотел бы сказать, что мне особенно понравилось в том, что говорила Лена, это слово «семинар». Вот я думаю, что лучше всего получается, когда мы, я не говорю, так сказать, постоянно о том, что меня интересует, и совсем не обязательно вас интересует, во всяком случае, каждого из вас. А мы, я немножко вот продолжу вот этот панигерик, так сказать, а потом, значит, мы просто давайте побеседуем друг с другом. Вы будете задавать вопросы, которые у вас, исходя из той какой-то, ну, штрихпунктирной карты, которую я сейчас нарисую в том плане, чего я знаю больше, или притворяюсь, что знаю больше, и что я совершенно точно, абсолютно не знаю. Значит, насчёт того, как можно описать сферу моих знаний. Вот я по, так сказать, своему возрасту являюсь юнгой-шестидесятником. Может быть, вы слышали дискуссию о поколении шестидесятников, о том, что они внесли. Это поколение, которое, значит, реально было носителями пафоса, идей, дискурса, как сейчас модно говорить, досталинизации. И были детьми досталинизации со всеми их достоинствами, со всеми их ограниченностями, недостатками и так далее. Но уже одно то, что об этом поколении довольно много говорят, вот мало говорят о семидесятниках, о восьмидесятниках, девяностниках, хотя и говорят тоже, но мало, говорит о том, что это поколение в целом незаурядное получилось. Незаурядное. Потому что это поколение таких гигантов, как Солженицын, как Сахаров, как масса других людей. Я не буду их назвать, чтобы не обидеть других. Но это талантливейшие люди, с многими из которых, вот мы с Леной имели счастье быть друзьями и знакомыми. И вот в связи с этим, конечно, возникает принципиальный вопрос, а что же мы, вот был сталинский режим, сталинский коммунизм, потом мы прошли определенный путь, пришли вот в определенную точку, в которой сейчас находимся. Что это такое? Где мы находимся? Какие векторы, так сказать, дальнейшего развития? Куда мы идем? Является ли это хождение по кругу куда-то опять назад? Или наоборот, это очень серьезные, так сказать, зигзаг, разное движение галсами, но все же вперед к каким-то другим итогам, временам, к какому-то другому положению и так далее. Вот все больше приходится рассуждать, как деликатно сказала Лена, во втором куске жизни, я согласен, на второй кусок жизни, если мне скажут, что вся жизнь, она больше пяти, так сказать, кусков, так сказать, тогда я приму это заявление, так сказать, а так, ну, куда принять? Принять все равно придется, потому что, как говорил один мудрец, судьба согласных с ней ведет, а не согласных тащит, так сказать, вот, но, тем не менее, вот, что такое? Есть ли почва для какого-то оптимизма в нашем, в нашем время, когда всякий интеллигентный человек обычно начинает интеллигентную беседу о, так сказать, времени о себе словами? Знаете, Боря, весь ужас положения заключается в том, что дальше идет текст, так сказать, понимаете? Вот, я думаю, что, я думаю, что эта присказка ироническая, она, как всегда, имеет какие-то основания, какие-то содержательные моменты, но, но может быть, не только она. Короче говоря, вот, эта сторона работы, состоящая в том, что вот я, в какой-то степени, сейчас являюсь все больше и больше редкостным экспонатом такого прошедшего после Сталина времени, так сказать, вот, редкостным не из-за своих личных качеств, а из-за того, что другие, более талантливые и более яркие люди уходят, понимаете? Я еще не слезно сказал, что я юнга, так сказать, который многому научился в этих людей. Вот, у Давида Самойлова, замечательного поэта, есть замечательное стихотворение, короткое, которое определяет вот то, что я чувствую, когда говорю вот об этом периоде и вот о своем, так сказать, нынешнем месте. Вот и все. Смежили ночи, смежили очи гении. И когда померкли небеса, в этом полутемном помещении стали слышны наши голоса. Тянем, тянем, слово залежалое, говорим и мутно, и темно, как нас чествуют, и как нас жалуют, нету их, и все разрешено. Вот такое чувство у меня есть, наверное, в какой-то мере оно есть. У каждого такого человека, который прожил какой-то кусок жизни. Но вот с учетом этого обстоятельства, все же определенный опыт накоплен, и можно поделиться в этом семинаре. И второе, у меня как бы есть две главных, два главных дела, которые я занимался в это время. Одно дело это то, что я по своей профессии я международник, потому что большую часть своей жизни я работал международником. Прежде всего, я был научным сотрудником Института США и Канады, и был международником с американским уклоном. Диссертация моя докторская написана по формированию классического треугольника великих держав США, Советский Союз и Китай. Это конец 60-х, начало 70-х годов, когда началось резкое сближение между Китаем и Соединенными Штатами, и сразу международная структура, так сказать, стала меняться в соответствии с этим делом. Вот. С тех пор я внимательно слежу за нашими отношениями. Ну и пришлось, получилось так, что пришлось практически заниматься этим делом, потому что я был первым послом России в Соединенных Штатах в 90-е годы, и вообще плотно занимался. И с Китаем у меня были очень интересные встречи, разговоры, и система отношений до сих пор в какой-то мере она сохранилась. И второе, это то, что мне пришлось действительно в течение 10 лет, это два срока, которые предусмотрены Конституционным законом, быть уполномоченным по правам человека и вплотную заниматься международными аспектами тоже этих дел, но главным образом это внутреннее дело. Мы занимались внутренними делами. Ну, последнее, что я сделал в этом качестве, это извинился перед всеми теми людьми, просьб которых я не смог удовлетворить. Это очень много, это очень много. Но все же кое-что удалось и сделать. Накопился определенный опыт, накопился определенный багаж впечатлений, иногда совпадающий, иногда не вполне совпадающий тем, что говорят мои близкие друзья из правозащитного сообщества и так далее. И о чем я тоже готов поделиться. Вот, пожалуй, в этих трех сферах имеет смысл зациклить наш разговор. Поэтому давайте сделаем так. Вы будете задавать вопросы, три-четыре вопроса зададите, я постараюсь на них отвечать, а потом, значит, еще будем задавать вопросы. Или, значит, если у вас появится желание тут же опровергнуть то, что я сказал, вы это опровергайте, а я буду опровергать ваше опровержение. И таким образом мы к истине не придем, потому что, как мудрый человек один сказал, истина – это то, что в лучшем случае вертится над головами спорящих. Но, может быть, каким-то образом создадим стимулы для того, чтобы подумать посвежее, о том, что у нас в голове состоялось и сформировалось в некоторые убеждения. А что такое убеждение? Когда мысли, так сказать, как бы промерзают или тухнут немножко, и больше не хочется уже их шевелить, они превращаются в убеждения. В свое время Виссарион Белинский был такой замечательный человек. Помните письмо с Гоголем они полемизировали? Он вообще великий человек был. Он хорошо сказал, он менял свои убеждения раза три-четыре в жизнь полностью абсолютно. Он сказал, страшный я человек, если в мою голову втемяшится какая-то метафизическая идея. Вот. Ну и все мы страшные люди, которые готовы во время любого спора защищать свою метафизическую идею до полного изнеможения и полной ругани с противником. Потому что ведь спор – что такое спор? Спор – это на третье выяснение истины, на две трети выяснения более я крутой парень, чем тот, с кем я спорю, или менее крутой. Правда? Иногда две трети эти сильно заносят, так сказать, в сторону от выяснения истины. Давайте попробуем эти две трети попридержать и я со своей стороны, а вы со своей. И позадавать вопросы, и попробовать поразмышлять над ними. Не возражаете против такого варианта? Давайте тогда спрашивайте меня о чем-нибудь. Коллеги, по три вопроса будем собирать. Вот господин, который за госпожей Альменской сидит, пожалуйста. Да, это именно вы. Владимир Петрович, есть ли возможность вашего… Будьте добры, себя называйте… Извините, забыл от волнения. Ашраф Атахов, Москва. Есть ли возможность возврата вашего политической деятельности, имея в виду, что вы для нашего поколения после шестидесятников все-таки часть яблока. Спасибо. Я изменяюсь перед госпожой Альшанской за то, что неверно ее проименовал. Прошу простить. Так, идем дальше. Вадим, пожалуйста. Вадим Коростелев. Николай Петрович, поскольку вы себя провозгласили последователем философа Николая Кузанского, который придавал особую ценность ученому незнанию. У меня вопрос в связи с вашей новой линией про общественный контроль за закрытыми системами. Именно такими, как суд, полиция, федеральная система исполнения наказаний. Какими вопросами здесь следует задаваться на том этапе, который мы сейчас проходим? Спасибо. И последний вопрос серии. Коллега, вот издалека, пожалуйста. Да, да. Представляйтесь. Фурсов Андрей, город Воронеж. Здравствуйте, Владимир Петрович, я бы хотел задать вопрос, каким вы видите свою роль в регулировании кризиса на Украине? И, если позволите, еще один вопрос, какой совет вы бы могли дать молодым людям, кто сегодня хочет заниматься политикой в России, соответственно. спасибо. Пока все, коллеги, три вопроса и будем ждать ответа. Три с половиной. Ну, что касается возврата в политику, понимаете, вот для того, чтобы сказать о возврате в политику или не возврате в политику, надо сделать маленькое дело, определить то, что такое политика. Видите, сыр-бор, какой разгорелся, когда наши неправительственные организации, значит, стали объявлять агентами иностранными, потому что они, ну, закон такой, значит, приняли, потому что они совмещают иностранное финансирование с участием в нашей внутренней политике. Ну, ведь политика может пониматься в двух смыслах слова. Политика – это, так сказать, участие в политической партии, которая ставит своей целью, так сказать, смену власти в стране и приход собственной к власти. Вот это узкое определение политики. В этом смысле, пожалуй, я мог бы согласиться с тем, что если, так сказать, человек участвует в такой политике, то он, конечно, иностранные средства не должен использовать для этих целей, потому что тут возникает конфликт интересов, безусловно. Вот. Но политика существует и в более широком смысле. Все государственные дела, все дела страны, даже не только государственные, являются в известной мере политикой, причем современной, древней Греции. Чем занимались люди, свободные граждане мужеского пола, как правило, которые собирались в Греции на Агоре и обсуждали быть войне или миру, будет построен мост туда или сюда, или какой-нибудь, так сказать, парфенончик еще один, так сказать, построен будет или нет. Вот. Это все они называли политикой. Кстати, людей, которые не ходили, так сказать, на эти собрания, называли идиотами. Идиот было такое греческое слово, которое характеризовало людей, не занимающиеся политикой. Вот. В этом смысле, в этом смысле политикой в какой-то мере я занимаюсь, потому что занимаюсь общественными делами. Поэтому тут очень важный вопрос заниматься вот такой активной, узкой политикой. Тут проблемы существуют. У нас, конечно, сейчас ситуация для занятия такой классической политикой очень сужена, так сказать, сферой пространства. И я бы сказал, особенно для людей, придерживающихся традиционных, более или менее традиционных демократических убеждений. Не видно перспективы. Не видно перспективы. Гайки достаточно закручены в том смысле, что очень трудно найти такие ходы в нынешней ситуации, которые сочетали бы ясное и четкое выражение собственных убеждений с тем, чтобы эти убеждения доходили до широкого круга людей. Как только это получается, возникает ситуация. Вот феномен Навального, например, который по происхождению яблочник, между прочим, показывает, что можно заниматься активной политикой. Во всяком случае, можно было два-полтора года тому назад и добиваться очень существенных результатов, обладая, так сказать, политическими способностями. Он, несомненно, ими обладает. Несомненно, ими обладает. Хотя это очень трудно. Вот. Но главная проблема состоит в том, что дело ведь не в том участвовать или не участвовать в политике, а дело в том, имеется ли круг, какой-то политический круг ответственных людей, которые могут быть политическим субъектом в нынешнее время. Ну, что я имею в виду? Вот, посмотрите на наше демократическое движение. Как они были все вождями, так сказать, без армии, так и остались. Никакие влияния, то есть, никакие события, никакие трудности не оказывают влияния. Вот я и вокруг меня четыре или пять значит, моих рядовых или полурядовых членов. Они не могут договориться друг с другом о серьезной политической партии. Посмотрите, как создавалась социалистическая партия Франции, например, или Германии. Там были очень большие, талантливые, амбициозные люди, но они умели договариваться, они умели создавать коллектив, они умели находить такую платформу, которая устраивала бы тех и других, и третьих, и четвертых. Ничего подобного не видно. То ли мы объективно не созрели для этого. То ли сила обстоятельств и сила давления, так сказать, конечно, административного, административное давление очень серьезное, таково, что просто не получается это дело. Но не получается годами, не получается десятилетиями. Значит, есть в этом деле какие-то проблемы, нужны новые пути какие-то. Вот поэтому заниматься традиционной политикой как-то не очень понятно и не очень перспективно. А жизнь-то у человека одна, сколько там кусков у нее не будет, а она все равно одна, и какой-то общественно значимым делом заниматься хочется. Поэтому вот пока я после того, как закончилось мое пребывание в качестве уполномоченного мы занялись некоторыми делами. Ну, во-первых, я являюсь и был и являюсь президентом Паралимпийского комитета России. Вот мы проводили Паралимпиаду. Нам, надо сказать, власти помогали в этом деле, финансовые и так далее. Но разве это плохо, что мы из ничего, обратите внимание, такого не было в советские, в постсоветские времена. Мы за несколько лет, вот за лет 15-17 из ничего создали такой Паралимпийский комитет, движение, которое оказалось передовым не только в стране, но и не побоюсь сказать в мире, что Паралимпиада очень здорово показала. Разве мы все не смотрели вот эти замечательные подвиги, вот это настоящие подвиги, людей, которые состязались друг с другом, хоккеистов и так далее. Стоило поработать ради этого? Стоило, по-моему. Вот этим мы занимаемся. И кое-чем еще занимаемся. Так что пока вот я решил заняться вот этими делами, пока политические лидеры демократического и более либерального направления выясняют, кто из них самый хороший, самый главный и так далее. Я в этом участвовать не хочу. вот значит теперь второй вопрос значит общественный контроль над закрытыми системами и тут очень серьезная проблема очень серьезная проблема. я буду говорить просто и понятно потому что социологи говорят непонятно но зачастую бессмысленно правда. здесь нет не может быть догм никаких. Вот посмотрите что получилось с судами у нас. Я считаю что судебная система самая главная проблема в нашей стране из таких социальных общественно политических проблем потому что отсутствие реальных судов и отсутствие или очень малое присутствие того как говорил Владимир Ильич Ульянов Ленин человеческого материала который должен составлять нормальные приличные суды является одной из главных совершенно бед нашей страны из которой вытекает очень много других бед очень много других бед но посмотрите что произошло в результате судебной реформы судебная реформа состоялась в 90-е годы и неплохая судебная реформа по структуре потому что независимые суды были объявлены независимыми судьи получили длительные сроки пребывания чтобы не зависеть от начальства и так далее даже некоторые приличные судьи в верховном суде оказались в конституционном и так далее и что получилось раздавило наша бытуха так сказать эти суды раздавило потому что если как только судьи получили значит иммунитет от власти с помощью так сказать длительного пребывания на своем посту они начали немедленно немедленно впали в полную зависимость от денег причем криминальных денег как правило и они чувствовали себя совершенно бесконтрольными сразу посыпались так сказать предложение ограничить сроки их там и так далее ограничить сроки они впадают в зависимость от другого от телефонного звонка того самого любимого телефонного звонка который до этого существовал не сложилась культура среды из которой выходят люди единицы есть да мы радуемся тому что нет нет да какой то суд примет человекообразное решение и так далее но это на базе огромного пласта того что мы говорим и общественный контроль кого как общественный контроль осуществлять над этим делом подобно Ирану чтобы какой-нибудь Айтала сидел так сказать рядом с судебными заседателями и говорил ребята бог вас накажет судите по другому я думаю Айталу купят немедленно так сказать да и откуда он будет это очень сложная проблема проблема роста длительного серьезного роста нашего общества роста личности роста самостоятельной и самодостойной так сказать личности для которой совершить вот то что постоянно совершается с нашими судьями это проблема в жизни это воспринимается как как катастрофа так сказать уступить кому-то и так далее таких людей я вижу но их единица значит впереди длительный путь и я не знаю не уверен вот мой друг и коллега Михаил Александрович Федотов он придумал закон об общественном контроле всех и над всем так сказать я с самого начала очень скептично относился к этому закону потому что это ну сами понимаете когда люди с определенным типом так сказать инстинктом самосознания контролируют других людей с таким же инстинктом самосознания ничего не выходит кроме кроме Салтыкова Седрина в лучших проявлениях его гения когда он говорил у нас воруют все и при этом хохоча приговаривают да когда же все это закончится вот так я в общественном контроле думаю вот теперь значит насчет 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 Украины и как 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 закончить кризис но если бы я знал как закончить кризис на Украине я бы имел состояние креза еще 100 рублей в придач так сказать вот я не знаю как закончить как кризис на Украине прекратить я могу вам сказать несколько слов общих что я думаю по поводу этого кризиса в этом кризисе на мой взгляд виноваты все его участники в какой-то мере что-то подобное было было неизбежным было неизбежным к сожалению не обязательно вот то что произошло но что-то в этом роде оно было связано оно было связано с тем что не были сделаны совершенные серьезные решающие политические действия еще полтора-два десятилетия тому назад по преобразованию послевоенного мира мира который сложился после Ялты после второй мировой войны после ну это один раз и второй раз после распада так сказать так называемого советского блока или коммунистического блока как вы хотите так и называйте вот как известно раз в 30-40-50 лет политический мир международно политический мир меняется так было начиная с Вестфальской системы так было всегда после столетней 30-летней войны тут мы далеко можем уйти я могу не удержаться и опять читать лекцию этого не буду делать международно-политическая реальность воспринимается разными людьми по-разному ведь вы наверное знаете есть только две сферы где люди считают себя профессионалами все независимо от того чем они занимаются это во-первых футбол но это мужское население женское не всегда так сказать заходит так далеко и и международные дела тут все мы профессионалы полные причем некоторые говорят что международные дела это что это такое это на самом деле вот добрая страна злая страна и добрая страна должна победить злую страну и тогда вечный мир наступит примерно так вот кто добрый кто злой на этот счет существуют разные точки зрения в разные времена но вот тесная связь идеологии и ценности с международными делами жесткая связь она характерна для определенного типа настроения у людей не очень профессионально по-моему вторая ситуация связана с деятельностью так называемых геополитиков которые где-то прочитали какие-то статьи о том что были какие-то книги про геополитику что были какие-то дяди типа адмирала Мехена там Маккиндера и так далее вплоть до Генри Киссинджера так сказать и который слава богу жив хотя и старый вот и они эти люди считают что мир что мировые отношения существуют только в связи с определенными переменами в балансе сил вот был двухполюсный мир двухбалансный мир так сказать после второй мировой войны потом распался один лагерь полу распался другой Франция например предыголи вышла из военной организации НАТО если вы помните у нас Югославия и Китай вышли из социалистического лагеря потом Румыния потом Северная Корида и так далее и тому подобное и вот эти комбинации геополитические они и составляют внешнюю политику что правильно но тоже только очень частично на самом деле мотивами и движущими силами внешней политики является очень много факторов и ценностных и идеологических и внутриполитических и балансы силовых и так далее это очень сложное явление но оно не было разрешено после распада двухполярного послевоенного мира если вы помните если вы помните в 90-м году после того как пала берлинская стена мы кстати юбилей вот недавно отмечали этого дела в Париже произошла конференция на ней были сформулированы парижская так называемая хартия где говорилось о том что новый мир будет единым миром Европы и Атлантики по обе стороны все страны получат одинаковую защиту одинаковую независимость и одинаковую сферу так сказать безопасности и на этот счет так сказать поэтому по этой схеме мы будем жить дальше преодолев так сказать двухполюсный мир идеологические склоки прошлого и так далее вместо дальнейшего развития Парижской харти возобладала другая теория теория о том что надо постепенно понемногу расширять блок победителей с одной стороны на другую и постепенно поглощать этим блоком те страны в которых победила значит демократическая форма правления при этом почему-то Россия о России говорилось так что мы будем с ней сотрудничать это будет очень хорошо все и так далее но включать в этот блок Россию мы не будем потому что много там причин есть она слишком большая и не поймешь кто там континент Европа или Россия и потом там много разных специфики и Китай на границе будет беспокоиться и так далее и тому подобное вот такая схема она таила в себе очень большие опасности я совершенно не утверждаю что она была изначально агрессивной схемой но она таила в себе очень большие опасности потому что внешняя политика это при всем при том еще и политика а политика это такое состояние которое в очень многом зависит не только от реальных вещей но и от перцепции от восприятия людьми в России в это время шли очень болезненные очень тяжелые реформы которые вызвали очень серьезные так сказать ну я бы сказал backlash есть такое английское снова реакцию отторжения со стороны значительной части населения и эти реформы которые были болезненными а потому непопулярными я сейчас не хочу вдаваться в тему правильные они были неправильные это отдельный разговор но они как и всякие реформы везде и всегда вызывали большое сопротивление общественное психологическое потому что многие люди так сказать жили хуже некоторое время от этих реформ так вот эти реформы были восприняты как часть западного проекта который второй частью которого было постепенное поглощение бывшего так сказать того чем владела Россия реально и что и подводом так сказать самой сильной военной организации в мире туда в район Смоленск без принятия России туда были разговоры о том чтобы Россия войти в НАТО но это были такие вторичные разговоры между прочим наш нынешний президент пару раз высказывался в том смысле а почему бы не войти в НАТО я кстати говоря думаю что это очень интересная мысль хотя бы потому что вхождение НАТО означало присоединение к пятой статье договора НАТО где говорилось что и говорится что нападение на одну из стран НАТО является нападением на НАТО в целом и что принимать решения в НАТО можно только путем консенсуса военных действий вот поэтому сложилась интересная ситуация в России на Западе быть популярным лидером России означало быть непопулярным лидером внутри России Горбачева путь вспомните Ельцина путь вспомните а быть популярным лидером в России означает быть непопулярным лидером на Западе выступать против всех кстати у Сербии такая же ситуация сейчас там победил человек который на уровне так сказать такой массовой публичной политики публичной демагогии ругает во всю Запад и говорит что мы навеки с Россией а на деле проводит совершенно другую политику короче говоря вся эта история привела к тому что где-то на какой-то стадии руководство в Москве нашей страны решило что дальнейшее продвижение к границам официальным границам России будет означать для них неприемлемый ущерб престижный всякий другой внутри страны в результате возникла ситуация 2008 года с Грузией в результате возникла ситуация с Украиной сейчас эту ситуацию я расцениваю как тупиковую тупиковая она потому что каждая страна больше всего на свете боится потерять лицо во внутренней политике у нас сделать коренные уступки на юго-востоке но естественно по понятным причинам о Крыме не может быть и речи с этим уже согласились практически все я думаю как раз крымская проблема вполне может быть не то чтобы решена а заморожена таким же примерным образом как Прибалтика была заморожена во времена Советского Союза если вы помните Прибалтику ни Америка ни Англия так сказать не признавала частью Советского Союза никогда вплоть до распада Советского Союза при этом при этом все вопросы политические практические и так далее решались вплоть до проведения там Олимпийских игр в 1980 году по парусному и какому-то еще виду спорта вот ни одно я думаю что ни одно правительство в Москве мыслимое правительство в Москве не позволит себе вновь поставить вопрос о принадлежности Крыма я сейчас говорю о политическом реализме я не вижу я говорю не о чувствах там кого-то и чего-то о реальной политической реальности значит а что касается Юго-Востока то это тоже очень трудно вот меня тут в перерыве спрашивали о Стрелкове и так далее который вот критикует наши власти уже очень тяжело и я бы сказал может быть даже самоубийственно тяжело пойти на серьезный компромисс в этом деле точно то же самое на Украине точно то же самое на Украине что-то сделать компромиссное очень трудно при этом существует целая серия переговоров при этом наш министр иностранных дел Лавров мне на днях достаточно публично сказал это было совещание была конференция СВОПа Совета Внешней Оборонной Политики и он публично это было в газетах сказал что компромисс то очевиден так сказать очевиден компромисс Крым наш Юго-Восток ваш так сказать выразился он но как его достигнуть не потеряв лицо никому этого никто не знает поэтому я думаю процесс будет долгий тысяча мелочей будет занимать переговоры очень долгое время и это конечно грустно потому что в мире есть много не менее важных проблем чем этот в общем-то локальный региональный кризис наследия так сказать прошлого ну например ядерное нераспространение в мире важнее или не важнее по-моему важнее вот в пятнадцатом году будет обзорная конференция по ядерному нераспространению со всеми так сказать проблемами с проблемой Ирана с проблемой Кореи с проблемой еще будущих стран каких-то с проблемой не придется ли Израилю там что-то вытаскивать из подвала свои бомбы вот например одна проблема так что международные отношения плохие кризис так сказать решение вопросов по существу возможно с точки зрения перцепции и техники так сказать реализации этого очень трудно вот так я бы сказал ну и последнее это совет о политике ну я не знаю что вам посоветовать о политике советовать бесполезно людям потому что человек принимает решения очень просто он сначала их принимает а потом слушает советы и нанизывает себе на так сказать шампур своего решения я бы сказал своих убеждений те кусочки советов которые действуют так сказать в этом направлении и отрицают так сказать как бы отбрасывают другие противоречащие поэтому если у вас есть тяга заниматься политикой конечно занимайтесь и потом жалеть будете если не займетесь но путь этот непростой вообще сейчас особенно все у маяковского есть на этот счет помните юноша обдумывающему житье посмотрите потом забьете там образец указан так поехали дальше мария прошу вас спасибо большое мария гулева санкт-петербург я хотела обратиться к теме вашей диссертации вы сказали что занимались проблемами российской руссоветско китайских отношений и американских отношений да с вашей точки зрения тот тот переход китая от ориентации на советский союз к ориентации на запад в 70-е годы не перекликается ли с тем что сейчас Россия делает в связи с переориентацией от запада к Китаю спасибо ну мы как по 3-4 нет нет сейчас будем по одному будет всем так удобнее давайте значит ну во первых я не очень вижу поворота к Китаю в советской китай в российско китайских отношениях оговорки какие значит потому что у нас за исключением периода культурной революции всегда были разные но неплохие по разному неплохие отношения с Китаем но культурная революция революция она и есть революция хотя и культурная хотя и не очень вот но видите какое дело я к этому отношусь таким образом Китай это безусловно крупная великая держава более того крупный великий цивилизационный пласт человечества и не дружить с Китаем живя в России и будучи российским человеком это просто похоже что-то очень похожее на самоубийство я бы сказал Китай слишком сильное явление чтобы с ним не дружить понимаете вот но другое дело другое дело какова каков цивилизационный выбор так сказать который мы делаем вот это вот серьезно во-первых Россия традиционно в любом случае должна менять свои традиционные ориентиры и параметры потому что ведь как раньше Россия себя ощущала она себя ощущала восточным куском Европы большим огромным куском Европы или же наоборот так сказать первым неевропейским или близким самым близким к Европе неевропейской страной вот так вот я бы сказал на этот счет существовали и существуют огромные споры дискуссии и так далее хотя даже такой консервативный традиционалист настроенный в политике общественных делах человек как Федор Михайлович Достоевский говорил что в России есть две души душа русского и душа европейца и я думаю что он был прав вы когда-нибудь слышали дискуссию в России мы русские или мы африканцы например ну только может быть в семье Пушкиных там были такие дискуссии так сказать вот или мы мы русские или мы индийцы так сказать такого что-то я не помню а вот русские и европейцы такие дискуссии существовали и существуют и будут существовать потому что по моему глубокому убеждению мы конечно являемся европейцами да очень самобытными и специфическими скажите а какая европейская страна и какой европейский от нас не самобытный и не специфический что англичане они точь-в-точь похожи на итальянцев что ли нет но у них есть общая культурная судьба общее состояние определенное которое называется европеизмом европейским состоянием этот европеизм в России безусловно существует по крайней мере не только у российского правящего класса который до их почти полного истребления вообще по-французски некоторые из них говорили просто лучше лучше чем по-русски это относится далеко не только к непатриотам и неграмотным людям например Пушкина если вы помните в лице и французик звали вот и по-французски он научился писать и говорить я думаю или тогда же или раньше чем по-русски и даже на дуэли он отдавал распоряжение что будет стрелять и так далее на французском языке вот поэтому говорить о том что говорить о том что Россия это не европейская страна это довольно смешно а вот как будет выглядеть мир во второй половине 21 века это интересно Китай как вы знаете обошел по объему промышленного производства Америку сейчас не по другим там не по финансам не по валовому промышленному производству Индия развивается очень быстро и тоже будет континентальным явлением огромной силы и мощи и так далее и так далее исламский фактор растет будут ли у него государственные формы но то обстоятельство что нет нет да и выпячиваются какие-то свежие такие жест как и всякие свежие жестокие социально-этнические феномены которые тяготеют к объединению ислама они тоже говорят что никто не знает что будет помните знаменитую фразу товарища Мао Цзэдуна от поражения к поражению так вплоть до окончательной победы как мир повернется в этом направлении трудно сказать и вот на этом фоне что у нас какое у нас такое стратегическое будущее я бы сказал цивилизационно стратегическое будущее я например убежден глубоко что только европейское только европейское и у Европы самое интересное только только российско украинское поэтому я сторонник того чтобы Украина и Россия продвигались по направлению к Европе но делали это более или менее синхронно не обязательно скоординированно но более или менее параллельно и синхронно это единственный реалистичный путь другой путь толкания локтями а иногда и не только локтями он никакого приближения к Европе не производит ни у Украины ни у России между прочим вот поэтому Европа от Лиссабона до Петропавловска я думаю она в политическом отношении не созрела а в цивилизационном отношении все больше созревает только это такая Европа будет играть заметную серьезную роль в мире через несколько десятилетий на мой взгляд ничего более реалистичного я придумать не могу с Китаем мы должны иметь очень хорошее отношение но это отношение между людьми с разными домами потому что как вы знаете великая китайская культура великая мощная китайская культура она как правило как раз ассимилирует этносы народа культуры в себя ассимилирует даже когда они их завоевывают китайцы их ассимилируют это достаточно вспомнить династию Цинь например Манчжурскую и так далее Джорджини и так далее вот а что касается Европы то тут процесс иной несколько происходит самобытность сохраняется если не делается слишком большие глупости за слишком короткое время когда когда пускается слишком много мигрантов там в страну но это другой уже вопрос все больше не буду трепаться на этот счет пожалуйста так продолжаем приоритет имеют те кто еще не высказывался поэтому коллеги просьба не обижаться если я вас вижу но не даю слова прошу Игорь Михайлович Боксар у меня вопрос о внутренней так называемой политике недавно федеральная адвокатская палата выступила с инициативой с очередной о ведении так называемой адвокатской монополии для участия в судах вот с этим вопросом как вы считаете готова ли российская правовая система к внедрению такого института и другой маленький подвопрос каким вы видите дальнейшее развитие системы государственной бесплатной юридической помощи населению ну насчет 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 адвокатской монополии что имеется ввиду что что никого кроме адвокатов не участвует в каждой стороне в суде да либо граждане самостоятельно участвуют либо только с участием адвокатов я не считаю я не считаю что адвокаты должны обладать в монополии я считаю что некоторые общественные организации могли бы быть третьими сторонами в процессе и это не мешало бы выяснению истины по-моему вот а во всяком случае вот например такой такой институт как институт уполномоченного у нас всегда с судом были непростые отношения они они постоянно выступали за то чтобы мы не имели слова в суде не участвовали никак и так далее но в нашем законе об уполномоченном пока говорится что мы можем участвовать на досудебной стадии и после вступления приговора в силу после второго решения значит вступления приговора в силу мы можем официально обратить внимание высших инстанций судебных и так далее на нарушение закона в ходе следствия или в ходе судебного разбирательства вот но это еще не третья сторона в суде а я думаю что третья сторона в суде скажем институт уполномоченного и через них общественным организациям было бы неплохо вот так вот так здесь в отношении госпожа ольшанской я рекомендательное письмо получил пожалуйста вам слово мне сказали что без вашего вопроса мы не можем я не могу забыть вопрос потом узнать вы рекомендательного письма но нет раздали микрофон я уже задам у меня их было целая куча на самом деле вы наверное знаете вы говорили о законе общественном контроле, который, собственно говоря, из субъектов общественного контроля выкинул общественные организации граждан. Субъектом общественного контроля являются общественные палаты, общественные советы и прочие интересные окологосударственные объединения. Скажите, пожалуйста, вообще вы видите перспективы изменения? Эта ситуация вообще, мне кажется, довольно показательная, у нас идет некий процесс становления такой параллельной структуры параллельных общественных организаций, параллельного гражданского общества. Мы видим по новой сформированной общественной палате, Как это происходит? Закон о общественном контроле в этом смысле очень и презентативен. Это новая логика. Когда мы говорим общественный контроль, и мы исключаем, изначально они были из субъектов общественного контроля общественной организацией, те, кто может этот контроль осуществлять. Скажите, пожалуйста, вы видите это? С этим что-то вообще можно сделать? Или это наша перспектива? Постепенное создание государством альтернативной системы общественного гражданского общества Вы замены, грубо говоря, одного неудобного гражданского общества другим более удобным гражданским обществом. Вот помните, что сказал Гелеровский в свое время? В России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Вот у нас так зачастую и происходит. Значит, у нас две беды, по-моему, на мой взгляд. И они одинаковые, эти беды, которые мешают развитию наших общественных институтов и так далее. У нас традиционно сложился институт правозащитный, где происходила такая внутренняя, внутридушевная идентификация, самоидентификация, что государство – наш главный враг. И государство всегда во всем виновата. Потому что оно государство, потому что у него есть аппарат репрессивный и так далее. И поэтому, как только что-то возникает, инстинкт, проклятое государство, проклятый кровавый режим, так сказать, господина Пупкина взял и отправил в отрезвитель, например. А может быть, его действительно в отрезвитель отправили на самом деле, а не это кровавое какое-то византийское злодеяние произошло. Такое тоже бывает, понимаете. Вот. Что касается… Это одна проблема. Поэтому у нас возникли некоторые организации, некоторые структуры, которые инстинктивно вызывали ощущение такое, ну что с ними говорить, что с ними решать проблему. С ними все равно проблемы решать нельзя, потому что они прямым путем говорят, что только когда мы по князю Кропоткину государство все разрушим, и устроим коммуны типа Батьки Махно, тогда у нас будет все хорошо, а до этого ничего не будет. И вторая система реакции на это, значит, реакции на это в какой-то степени стала попытка создать альтернативные кукольные структуры, которые совершенно правы, тут я вас не буду повторять, они создаются, более того, они, значит, создаются с расчетом на то, чтобы в различного рода международных организациях эти кукольные структуры были представлены, и изображали из себя, так сказать, настоящие общественные организации. И то, и другое я считаю неправильным. Своим друзьям большим из НКО, которым я 10 лет старался помогать всячески и так далее, я очень часто говорю. Ребята, мое мнение очень простое, либо вы занимаетесь защитой прав человека, как такових, отталкиваясь от человека, от конкретной проблемы, от конкретной ситуации, либо вы занимаетесь политикой, идите в политику, идите в политическую партию, я разве против, а я вот о Навальном говорил, о Немцове и так далее, они занимаются политикой. Но между этими делами надо сделать выбор не потому, что, тут есть элемент боязни, трусости и так далее, а потому, что это эффективно. Надо любым делом заниматься эффективно с пониманием тех обстоятельств и той обстановки, которая существует. Иначе этого дела просто не сделаешь. Вот такая проблема существует, из нее надо выходить. Если человек считает своим призванием заниматься правозащитными делами, то занимайся правозащитными делами как таковыми, конкретно, эффективно и так далее. Если ты хочешь заниматься политикой, то занимайся политикой, нет вопросов. Там трудно, сложно, там могут оклеветать, могут там пришить тебе какое-то дело, которым ты не занимался, чему мы свидетелями и так далее являемся. Вот, но все равно это будет, политика это такая вещь, сколько ты не преследуя людей, все равно они будут этим заниматься. И в один прекрасный момент окажется, что даже эффективно, наверное. Вот так я думаю. Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Я свободный человек, как и вы. Я могу только говорить, высказывать свое мнение. Прошу, представляйтесь. София Белобровка, Железногорск, Красноярский край. Я бы хотела задать вопрос о еще одном разряде кукольных, так сказать, организаций, которые вроде как отчасти должны защищать права людей внутри страны. Это вот всевозможные у нас надзоры и контроли. То есть теоретически человек может обратиться там в жилищный, строительный, еще там какой-то коммунальный надзор, где ему должны помочь. На практике что происходит? Эти организации тоже работают только в досудебном порядке. И они пишут, да, ваши права нарушены, вот те-то, те-то, те-то пункты закона, но мы ничего не решаем. Или иногда они пишут в решении, что организации такой-то восстановить справедливость, все устранить. Но эти решения в нашей стране считается нормальным не исполнять годами. А дальше человек либо должен окончательно ощутить себя тварью дрожащей и уйти, плакать в уголок, либо, опять же, обращаться в суд, а о судебной системе, вы сами сегодня очень хорошо сказали, как она работает. Вот как вы думаете, нужны ли вот эти все надзорные, антимонопольные и прочие организации вот в таком виде, в каком они есть сейчас, или, может, их нужно как-то изменить, чтобы они были эффективны, чтобы они действительно защищали права людей не только на бумаге, а на деле? Спасибо. Вы задаете очень трудные вопросы. На мой взгляд, прежде всего, нужно что-то делать с самими собой, потому что то, что вы говорите, это чистая правда. Знаете, есть такая притча про этого самого крановщика Васю, слесаря, которого пригласили домой, в дом там тек, протекал кран. Он пришел, так сказать, в полной отключке, так сказать, посмотрел на это дело, повертел. Говорит, нет, нельзя. А что, говорит, почему нельзя? Да не починишь это, невозможно. А что, систему менять надо, говорит. Понимаете? Есть вещи, которых не сделаешь, потому что действительно систему менять надо. Но есть много вещей, которые можно сделать. И эти вещи делаются и на уровне регионов, и на уровне мест, и так далее. Иногда терпят люди поражение, иногда побеждают. Но это делается. И делают их самоотверженные люди, которые работают и которые рискуют. Потому что, кстати, на местах рискуют больше зачастую. Там бандитские элементы в управлении особенно, так сказать, выпукло и четко зачастую представлены. Поэтому тут советы давать очень трудно. Упорство, терпение, труд. Я знаю много примеров, когда удавалось что-то сделать. Когда удавалось что-то сделать. Даже на уровне конституционного суда нам удавалось принимать решения, которые потом отодвигали наиболее острые углы каких-то совсем уж беспредельных решений. Но часто терпели поражение. Это жизнь. Это жизнь. Повторяю формулу Мао Цзэдона. От поражения к поражению, так вплоть до окончательной победы. Пожалуйста, продолжаем, коллеги. Вот с самого края кто там сидит, плохо видно. Да, да, прошу, вы, вы, судорожник. Спасибо за возможность выступить. Ой. Владимир Петрович, меня зовут Александр Черданцев. Я представляю Алтайский край. Вот у меня такой вопрос. Как бы вы оценили развитие института уполномоченного по правам человека в России? Потому что в некоторых регионах, в частности у нас в Алтайском крае, это все-таки еще развивающийся институт. Какие есть проблемы и какие есть вообще перспективы? Потому что все-таки федеральный уровень и региональный, это немножко разные уровни. Спасибо. Да, ну, понимаете, вы вот сказали фразу, что на Алтае этот регион, это институт уполномоченного, развивающийся институт. Это хорошо, пусть развивается. Плохо, когда не развивается или развивается в совершенно другую сторону. Увы, проблема региональных уполномоченных стоит очень острой. Это одна из тех проблем, решить которую мы не смогли за эти 10 лет. Потому что, если федеральный уполномоченный, ну, вот он все-таки избирался, там, плохой он был или хороший, это там, кто как судит, он имеет на это полное право. Но он все-таки избирался из какого-то круга людей, которые занимались оппозиционной работой, да, до этого, занимались правозащитной работой, традиционные связи человеческие, дружеские имелись с правозащитниками. Когда меня спросил Владимир Владимирович, первый раз мы с ним беседовали, он предложил выдвинуть меня уполномоченным, я сказал, что я, в принципе, мне интересна эта работа, и я с удовольствием бы ей занялся при двух условиях только. Первое, если та партия, которую я создавал и которой состоял Яблоко, если они не будут возражать против этого, одобрят. И второй принцип – это тот, что правозащитное сообщество, основные правозащитные организации, не кукольные, конечно, тогда их еще особо и не было, а настоящие, выскажутся в пользу моей кандидатуры. Оба эти условия, так сказать, он даже несколько так обижен сказал, так вы не решаете этот вопрос? Я говорю, я решу, дайте мне три дня, я, так сказать, твердо скажу. Через три дня эти вопросы были решены, так сказать, в положительном плане. Вот. А вот в региональном плане эта ситуация значительно хуже, потому что кого только не назначают там уполномоченными. В свое время одним из первых крупных дел, которым мы занимались, это башкирское дело, там целую группу молодежи избили, там и все такое прочее, МВД. Мы потребовали снятия министра МВД, его не сняли, но сам министра наиболее виновного сняли за это дело, кадровика, который подготовил. И что вы думаете, сделали его уполномоченным по правам человека. Потом, правда, тоже сняли, но кого-то еще. Вот в таком вот ключе. Значит, другого там в Астрахани, какой-то таможенник там особенно, так сказать, вел себя активно и самоотверженно на своей трудной работе таможенной, значит. Его, значит, переместили в правозащитники тоже, понимаете. Вот. И происходит это повсеместно. Поэтому, конечно же, конечно же, можно легче всего сказать, что надо сделать так, чтобы уполномоченным был человек, кандидатуру которого одобрило правозащитное сообщество. А есть ли во всех регионах правозащитное сообщество? Или пару кукольных организаций, которые тут же одобрят и распишутся? Так что вот целая проблема существует с этим делом. Она говорит, это проблема, которая говорит вообще о слабости нашего гражданского общества, о слабости наших, так сказать, инстинктов индивидуальных и коллективных усилий за рамками государства. Так что, как говорил Леонид Ильич Брежнев, незабвенный, когда ему докладывали о том, что государственные дела неважны, он выступал на следующей речи. Есть еще неиспользованные резервы. Вот так вот. Давайте дальше. Так, пожалуйста, прошу вас. Представляйтесь. Вдовина Юлия, город Тамбов. У меня вопрос такой в сфере культуры. У нас сейчас активно обсуждается вопрос о введении цензуры, то есть уже введено множество таких запретных рамок в кинематограф и в остальные сферы. И последнее, что лично я прошла, это введение цензуры в музеях, то есть плюс 12, плюс 16, плюс 18. Таким образом, то есть, на мой взгляд, государство лишает возможности видеть то, что как бы должны видеть дети, допустим, у подростки в музеях, в художественных музеях особенно. На ваш взгляд, не противоречит ли это вообще концепции прав человека? И есть ли полномочия у государства решать, определять те границы, те рамки, которые может видеть народ? – Простите, вас зовут как? – Юлия. – Юлия. – Вот вы сейчас говорили о цензуре. Вам, наверное, известно, что у нас существует Конституция. Мы даже какой-то юбилей недавно ее отмечали. В Конституции написано, цензура запрещается. Нету цензуры у нас. Поэтому то, что вы говорите о некоторых запретах, то мы должны с вами говорить о другом немножко. Жизнь, она сложнее любых законов и даже Конституции. Ну, например, если цензура не существует, означает ли это, что там восьмилетним детям или семилетним надо показывать различные журналы, которые валяются там на свалках, где лет сорок тому назад мне было очень интересно посмотреть некоторые картинки, так сказать. Вы считаете, что это цензура, если будет там порнография, например, ограничена какими-то местами? Вот во многих странах мира это не так. Понимаете? Но с одной стороны порнография, а с другой стороны в центре Флоренции стоит, как известно, Аполлон во всей своей замечательной красоте, но без одежды при этом, да? И это не считается порнографией и так далее. Значит, существуют какие-то очень сложные культурные навыки, культурные наработки, которые должны воплощаться в законы, которые нельзя назвать цензурой, но вместе с тем являются… Ведь что такое культура на самом деле? Культура – это прежде всего и главным образом определенные запреты. Понимаете, вот существовал, например, как некоторые утверждают, хотя это не очень, не полностью не доказано, у наших далеких предков промискуитет, да? Такое понятие. Этот промискуитет, так сказать, почему-то, казалось бы, казалось бы, человечество может развиваться и сопротивляться, так сказать, многим опасностям, которые тогда были, с помощью как можно большего и неразборчивого, так сказать, размножения. Правильно? А нет. Возник почему-то промискуитет, и он был тесно связан с началом каких-то культурных, цивилизационных процессов, которые привели наоборот, к тому, что человечество стало господином на этом шарике. Правильно? И так далее, и тому подобное. Поэтому разобраться в культурном смысле того, что следует делать, что не следует делать, необходимо. Необходимо. И этим многие занимаются. Но уровень нашей культуры и уровень наших некоторых физических и юридических лиц, которые занимаются культурой, настолько чудовищен, что они лезут своими, так сказать, грязными волосатыми лапами первобытно-общинными туда и занимаются всякой чепухой, вместо того, чтобы решать реальные серьёзные проблемы. Вот с этим надо бороться. Это жизнь, опять я говорю. Это борьба, каждодневная такая борьба. При этом принцип отсутствия цензуры должен существовать. Особенно политической какой-то цензуры. Он должен существовать, и за него надо бороться. Понимаете, вообще, чтобы что-то существовало не такое, знаете, абсолютно естественное, за это надо бороться. За любое добро. Если ты за него не борешься, то начинаются только естественные процессы. Например, если ты не борешься, чтобы, так сказать, люди, извините, не отправляли свои потребности прямо на улице и на тротуаре, они будут это делать. Из этого не следует, что борьба с этим является цензурой и запретом. Правильно? Так что надо разбираться во всём этом делом серьёзно, с головой непредвзятой, используя традиции и своей страны, и мировой культуры. Вот так вот. Так, последний вопрос. Коллега, прошу вас. Да, вы. Называйте себя. Это последний вопрос. Здравствуйте, Владимир Петрович. Меня зовут Лаут Никита, я из Кирилловской области. Хотел задать такой вопрос. Вот сегодня вся сеть, весь интернет обсуждает новое правило сети Facebook с 1 января 2015 года. Они говорят, что будут предоставлять личные данные своих пользователей, различным своим партнёрам, в том числе и госорганам. На ваш взгляд, анонимность в сети, она существует? Или это миф? Ну, знаете, вы попали в такой огород, который, я бы сказал, не тот огород. Потому что я, во-первых, я старый человек. Ну, старый, склочный. Я люблю гусиные перья, понимаете, вот в лучшем случае вот такие. И к интернету я до недавнего времени относился двусмысленно, я бы сказал. Но не в том смысле, что я не понимаю его великого значения. Это, конечно, потрясающее великое дело. Как любое великое дело, начиная там с электричества, с автомобиля и так далее. У него есть огромный плюс и огромный прием, но меняет жизнь. С другой стороны, оно меняет жизнь очень по-разному. И там есть и плюсы, и не только плюсы. То, что творится в океане нынешнего интернета, там всё творится. От руководства для взрывов различного рода и терроризма до новых теорий происхождения человека. До того, что там говорила Джуна по каждому поводу мирового развития на тысячу лет вперёд и так далее. В общем, дело это очень непростое. Я думаю, что я сейчас не закрою эту тему отнюдь. Но я хотел бы сказать, что было бы, на мой взгляд, правильно, если бы мы бы пошли по пути поиска средств, а как минимизировать отрицательные стороны вот этой всемирной, так сказать, грандиозной, так сказать, новой сферы жизни, но только коллективными усилиями. Я бы сказал так, что вот интернет с ещё большей актуальности ставит вопрос о границах суверенитета государства и о необходимости создавания всё новых и новых элементов всемирного управления. Трагедия только в том, что как только начинаешь говорить о всемирном управлении, сразу возникает вопрос, а в чьё пользу, кому это выгодно? Это как в коммунальной квартире. Надо же договориться, кто и как, и с каким, так сказать, нагревом батареи, так сказать, содержит. Одним теплее, другим холоднее, да? Но тут же начинают появляться харизматические личности, которые будут как я или никак, да? Иначе всем пасть порву. Вот эта проблема существует. Мы неизбежно идём к, конечно, ограничению суверенитетов и созданию каких-то мировых правил игры, и в том числе и в этой сфере. Но я решительный противник того, чтобы это делать в интересах, так сказать, ограничения свободы выражения людей, в интересах, так сказать, эгоистических одного какого-то государства, будь то Америка, будь то Франция, будь то Россия, будь то кто бы то ни был. Нам надо в этом деле работать. Горизонты необозримые в этом деле. Мир начинает жить и уже живёт в реальном времени. Где это было слыхано, чтобы все события в мире происходили в реальном времени. Вот при нас это произошло. В своё время ещё, когда появлялась там у власти Екатерина Вторая, или там Павел Первый, шли, ехали, так сказать, гонцы, вплоть до Петропавловска и Сахалина, рассказывают, что у нас новый царь. Когда они приезжали обратно, оказывался уже следующий царь там, понимаете. Сейчас мир другой совершенно. И великие географические открытия, и всё прочее, это всё в прошлом. А сейчас вот такой вот мир. И он требует коллективного соединения, иначе мы рухнем к чёртовой бабушке. Вот что я думаю по этому поводу. Коллеги, я извиняюсь перед теми, кто не успел высказаться, но мы только начали работать, и вы можете попытаться в кулуарах с Владимиром Петровичем побеседовать. Да, цензуру не я вводил, имейте в виду здесь. Это первое. Второе. Мы, конечно же, признательны Владимиру Петровичу за то, что он поддерживал школу с самого её основания, и работая уполномоченным по правам человека, приезжал сюда и продолжает приезжать сюда к нам сейчас. Я прошу выразить признательность эксперту. Спасибо, очень приятно. Желаю, чтобы школа существовала и процветала, и будем на этом настаивать. Счастливо. Спасибо. Полчаса перерыва. Спасибо. 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 . Спасибо.